Приветствую вас, дорогие мои весы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз событий, главных событий, на декабре 2020 года. Да, вот, как говорится, уже и заканчивается год. Тяжелый год, чего уж там говорить. Полный неожиданностей. Не зря же я, видимо, назвала свои прогнозы на 2020 год переломом. Вот он действительно и случился, этот перелом. Ну, ладно, речь идет о декабре. Итак, какие главные события ожидают вас в декабре 2020 года? Начнем традиционно с фона месяца. Так, отлично, друзья мои. Карта Мир. Прекрасно. Реализуете ли вы свои планы, намерения, хотелочки в декабре? Да кто бы сомневался. Девятка Пентакли. И интригующая позиция – это новогодний сюрприз. Или новогодние сюрпризы, которые могут случиться либо в канун Нового года, либо 31 декабря. Итак, какие ожидают вас новогодние сюрпризы? Ой, красота какая! Императрица, друзья мои. Вот знаете, вот эти три карты, в принципе, уже рассказали о событиях декабря. Причем о хороших событиях. А сейчас давайте посмотрим, расшифруем, о чем же прошептали нам карты Таро, Аркану. Фон месяца выпала карта Мир. Она нам говорит уже о том, что наступает некий переломный период, переходный период, когда завершаются какие-то дела. Что-то вы завершите, на чем-то поставите точку, чего-то добьетесь, и это тоже. Что-то сбалансируете, сгармонизируете. Также речь идет, может идти и о переезде, друзья мои. О налаживании контактов с иностранцами, или вообще с фирмами, которые за рубежом. Это может быть приглашение на работу за границу, или за пределы вашего места жительства. Это может быть исполнение желаний. Да, друзья мои, карта Мир, она как бы закольцовывает некое событие, некое дело, некий аспект вашей жизни. Что это конкретно? Тут, как говорится, смотрите сами. И, в общем-то, карта Мир, она в унисон с вибрациями карты Девятки Пентакли. В каком плане? Это у нас идет реализация ваших планов. Девятка Пентакли. Я думаю, что вы уже поняли, что да, вы их реализуете по полной. И не просто реализуете, вы будете настолько довольны собой, настолько довольны происходящим результатом вашей работы, ваших действий. Результатом тех отношений, которые вы сформировали с людьми. В том числе, кстати, и сердечными отношениями. Да, Девятка Пентакли, она, конечно, намекает на некую эгоистичность. Но, тем не менее, эгоистичность и когда ваши планы именно будут стоять на первом месте, а потом уже, как говорится, интересы других. Но факт остается фактом. Вы довольны. Вы очень довольны. Это и реализация финансовых планов. Это реализация планов по работе, по бизнесу, по личным делам. То есть здесь именно вот такие материальные составляющие ваших дел, ваших планов. Отлично. И дальше у нас, как говорится, идут подрастающие сюрпризы, друзья мои, императрица. Ну, я не знаю, если смотрят мужчины, то в декабре вы можете либо встретить такую женщину, женщину-мечту, либо разглядеть в своей партнерше императрицу. Да, бывает такое, что не всегда видим человека, который находится с нами рядом постоянно. Бывает, и не ценим его. И только какие-то моменты понимаем, какое золото вас любит, вас обожает и с вами рядом. И это будет для вас сюрпризом. Что касается женщин, друзья мои, ваши сюрпризы, конечно, связаны в первую очередь с красотой. С шикарными подарками, с обновками, с обстоятельствами, с сюрпризами, которые подымут вас на высоту, когда вы почувствуете себя истинной женщиной. Женщиной с большой буквы. Женщиной-императрицей. Что это могут быть за сюрпризы? Ну, не знаю. Ну, вот мне почему-то идёт, что это могут быть роскошные подарки. Может быть, внимание мужчины, который вам нравится, или новый мужчина, который объявится. Это может быть обновление вашего материального окружения, вашего жилища. Обновление убранства. Вот такой подарок можете вы получить. Даже, знаете, может, это даже не подарок, а появится именно возможность наконец-то осуществить свою мечту. И это тоже будет сюрприз. Вот неожиданный. Вдруг получаете деньги. Вдруг что-то продаёте, что давно продавали и не могли продать. Вдруг наконец-то купили то, что вы хотели. И это действительно всё вот именно будет выглядеть как вот фантастика, как именно, как получение сюрприза. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, где вот эти моменты могут проиграться в каких сферах. Начнём с деловой сферы. Какие события вас ожидают в деловой сфере? Так, колесница. Вот, кстати говоря, смотрите, я уже озвучила, что это может касаться переезда, или появления возможности переехать куда-то, сменить место жительства. И у нас тут же выпадает колесница, друзья мои, в деловой сфере. Это тоже может касаться изменения места жительства, изменения места работы, появления новых целей, не только в работе, в бизнесе, но и в каких-то других личных делах. Тут намечается явная движуха, милые мои, явная. Явные изменения в вашей деловой сфере. Это может быть новый проект, это может быть новый бизнес, это новое партнёрство. Это может быть покупка новой машины, кстати, о птичках. Или поездка, деловая поездка, которая принесёт шикарнейшие, просто шикарнейшие перспективы на будущее. Или встреча с людьми, которые продвинут ваше карьерное течение, которые помогут подняться вам на ступень выше, а то и на несколько ступеней выше. Очень многоговорящая карта, друзья мои. И если у вас есть действительно некие планы, а они наверняка есть, то они имеют большой шанс сбыться, реализоваться. Потому что здесь вы сидеть не будете. Тут, знаете, может даже вас подхватить некая волна. Некая волна обстоятельств, событий. И закрутить вас, может даже невольно, вы особо, как говорится, не прилагая усилий, можете получить то, что хотите. Вот как-то так не видится, друзья мои. Ну, а что касается финансов, давайте посмотрим. Это всё замечательно. Четвёрка жестов. Смотрите, четвёрка жестов, она всегда говорит о празднике, она всегда говорит об отдыхе. Может быть, действительно финансы будут позволять вам поменять место жительства. Может купить дом в деревне, может купить дачу, может быть, ну, я не знаю, может купить виллу за пределами своей страны. И сменить место жительства на более лучшее. Или сменить то жильё, которое у вас есть, на более лучшее, на более комфортное. На то, которым вы, может быть, и мечтали, друзья мои. Вот он сюрприз, кстати, по императрице. Императрица должна жить во дворце. Она должна жить в таком окружении, которое соответствует именно этому статусу. Да, идёт некая радость, друзья мои. Ваши надежды сбудутся. Ваши планы, финансовые планы реализуются однозначно. Праздник, праздник и ещё раз праздник. Кто-то рассчитается по своим обязательствам. Наступит конец этим обязательствам. Потому что карта мир, она говорит именно о конце. Ну и плюс, друзья мои, девятка пентаклей. То же самое. Решение материальных проблем. Решение материальных задач. Удачные сделки. Повышение зарплаты. Нахождение работы, на которой будете получать больше денег, чем на прежней. Создание семейного, кстати, бизнеса. За счёт этого у вас пойдут ещё новые источники дохода. Так что отлично, отлично и замечательно. Идём дальше. События в сфере отношений для тех, кто имеет пару. Туз, чаш, любовь, гармония, обновление чувств. Конфетно-букетный период. И это тоже может быть, друзья мои. Обновление отношений. И я уже озвучивала, что вот здесь сюрпризом может явиться, что вы увидите своего партнёра или партнёршу в новом свете. То есть, насколько человек этот хорош, и его надо ценить, его надо любить. Или увидите, насколько сильно вас любит этот человек. Вот, идёт обновление, наполнение, наполнение отношений новыми аспектами, новыми гранями. Ну и самое главное, чувства, друзья мои, любовь и чувства. Вполне возможно, что этот фонтан любви и обновления как раз и откроется в новогоднюю ночь. Или в канун Нового года. А почему бы и нет? Вполне возможно. Так, а что свободные весы? Давайте посмотрим, что у вас с личной жизнью. Башни. Ну, карта, во-первых, говорит о неких разрушениях. Карта говорит о том, что эти разрушения были предначертаны. То есть, были все основания для того, чтобы что-то поменялось в вашей личной жизни. То есть, как бы, знаете, вы построили здание, ну, своей свободы или своего отношения именно к такой личной жизни. Но оно было непрочным. И именно декабрь может дать трещину. Вы вполне можете в декабре сказать себе, а хочу ли я быть дальше свободной? Может, стоит выйти из этого замка? Выйти на свободу, на другую параллель? Всё-таки карта мир, друзья мои, тоже переход, граница. Когда человек решает ступить на новый этап своей жизни. И вполне возможно, что и вы что-то пересмотрите. Причём пересмотрите кардинально. Да, это, друзья мои, изменения. И вполне возможно, может быть, изменения связаны не только с вашим желанием. Всё-таки старший аркан, дорогие мои. Не исключено, что так обстоятельства вокруг вас сложатся, что вы вольно или невольно начнёте что-то менять в своей личной жизни. Вот так от меня видится эта карта. Ладно, идём дальше. В общем, заключительная позиция у нас, совет Таро на декабрь. И я решила привлечь к работе новую колоду. Я её недавно получила. Это колода Таро Шаманов. Да, да, да. Наконец-то у Татьяны Шамановой появилась Таро Шаманов. Я долго на неё косилась, но как-то не решалась. А тут всё-таки решила, что пора. Пришло время. Так что сегодня у нас дебют. Дебют этой колоды. Я её буду трактовать в классическом варианте. Ну, насколько позволяет, конечно, эта колода. Вот. Поэтому у меня к вам просьба. Обратите внимание на картинку выпавшей карты на совет. И посмотреть, какие ассоциации вызывает у вас эта картинка. Изображение, точнее. Изображение карты. И если будут идти волны, которые дают вам понимание, что это действительно совет, это действительно рекомендация, то советую вам принять это во внимание. Даже больше, чем мою трактовку. Потому что моя трактовка всё-таки общая. А ваше видение совета, это будет индивидуальное. Вот как-то так. Итак, совет Таро Шаманов на декабрь. Паш Жезлов в классическом варианте. В колоде Таро Шаманов эта карта называется Паш Черепов. Или Шаман Огня. Вот такое ощущение, друзья мои, что Шаман Огня советует наполнить себя энергией. Новой энергией. Энергией новых каких-то начинаний, отношений. Наполнить себя новыми идеями. Не стоять на месте. Собственно, карта Мир нам тоже об этом же говорит. Вот знаете, удивительно, но все карты, они настолько, скажем так, подтверждают предыдущую карту, что вот, ну, я не знаю, как-то даже фантастично это смотрится. Я имею в виду, карта Мир тоже говорит о переменах. И совет тоже говорит о переменах. Колесница тоже намекает на перемены. Отношения. Ну, в общем, куда ни кинь, как говорится, везде один и тот же намек. Возможно, у вас другое видение этой карты. Присмотритесь. Присмотритесь внимательно, что изображено. Что хочет сказать Таро Шаманов вам. Что посоветовать и что рекомендовать. Своё мнение, своё видение я уже высказал. Мне остаётся только вам, мои хорошие весы, пожелать здоровья, любви, взаимопонимания, благополучия, удачи. Будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова